Зенитно-ракетный комплекс поражает низколетящую и тем самым труднодоступную цель одной ракетой с вероятностью 0,9. Какова вероятность, что низколетящая цель будет поражена, если из этого зенитно-ракетного комплекса по ней сначала выпустили одну ракету, а через небольшой интервал времени вторую ракету. Итак, у нас имеется две ракеты. Первая и вторая. Вероятность поражения первой ракетой будет 0,9. Это мы поразили. Но бывает так, что мы не поразили ракету. От единицы отнимаем 0,9. Это будет 0,1. Мы выпустили вторую ракету. Опять для неё поражение идёт 0,9, а не поразили 0,1. Вот теперь начинаем читать ещё раз вопрос задачи. Выпустили одну ракету, а через небольшой интервал времени вторую ракету. Какой вариант нас не устроит? Ну, во-первых, давайте разбираться в количестве вариантов. Он может поразить его первым. Может поразить вторым, что мы понимаем уже некоторое противоречие, да? Потому что если цель поражена, то в неё уже второй раз-то, в общем-то, понятно, что никто не попадёт. Поразил, не поразил. Не поразил, поразил. И не поразил, не поразил. Значит, вот последний вариант нас совершенно не устраивает. Когда вот такое вот скользкое рассуждение, как же так, как это может быть, что поразил, поразил, да? Легче всего работать от противного. Давайте найдём вероятность противоположного события. Что мы не поразили ракету. Она спокойно себе полетела дальше. Итак, 0,1 умножаем на 0,1, получаем 0,01. А затем, раз это событие противоположное, от 1 отнимаем 0,01, получаем 0,99. Следующая задача.